Олимпийский парк начинается с транспорта. Так было решено на городском штабе, поэтому водители автобусов явили собой образец элегантности. Все в белых рубашках. Сориентироваться дальше пассажирам помогали электронные табло, голосовые ролики, специальные указатели и, конечно, сучинские волонтеры. В числе 300 городских добровольцев – 10 студентов из Волгоградской области. В нашем городе тоже будут проводиться матчи чемпионата мира. И мы, естественно, хотим поднабраться опыта, потому что матчей Кубки конфедерации у нас не будет. Сразу ЧМ. И мы приехали к вам и помочь вам. И, конечно же, набраться того опыта, необходимого и как в организации, и непосредственно в самом проведении работы волонтеров. Работы волонтерам хватало. На стадион приехали 22 тысячи зрителей. Поражало количество болельщиков «Локомотива» – больше 6 тысяч человек. Урал отметился армией фанатов поменьше – чуть более тысячи. Кто за кого, становилось ясно у палатки с футбольной атрибутикой. Но и тут цветовые различия не становились предметом конфликтов. Болельщики отметили – в Сочи их встретили отлично. Драться тут они не собираются, успеть бы все посмотреть. Прекрасный город. Это мой пятый выезд по городам. Город мне очень сильно понравился. Это лучше, где я был. Сочи – очень красивый город. Да, большие изменения. Безумно, безумно очень красивый город. Большие изменения были. Мы здесь были и до Олимпиады. Теперь приехали после Олимпиады. Изменения огромнейшие, огромнейшие. Я всем советую, приезжайте в город Сочи, в Адлер. Здесь круто, очень круто. Мне кажется, что Сочи будет хорошей столицей футбола. Потому что здесь вся индустрия, это уже развито достаточно. И почему нет, в будущем, мне кажется, это будет круто. Чтобы праздник футбола не был ничем омрачен, были предприняты все меры безопасности. На входе в стадион обязательный досмотр. Внутри под контролем правоохранителей был каждый уголок арены и трибун. Среди зрителей и члены паралимпийской сборной по легкой атлетике. В Сочи они на тренировке. Но спорт – их жизнь. Поэтому пропустить такой турнир атлеты просто не могли. Люблю футбол, болею, правда, за другую команду. Но все равно, если честно, без разницы, кто победит. Мы просто приехали посмотреть на футбол, на эту атмосферу, на стадион. Здесь будет проходить чемпионат мира. Поэтому очень было интересно видеть все в плане доступности. Здесь все очень удобно. Для того, чтобы зрители без проблем уехали домой, был скорректирован график работы общественного транспорта. Где, какой автобус, подсказывали также волонтеры. В итоге Сочи в очередной раз заработал твердую пятерку, справившись с третьим и финальным тестовым соревнованием перед Кубком Конфедерации. В Сочи он стартует 21 июня матчем Мексика-Новая Зеландия.